Музыка В их распоряжении одежда лакшери брендов. К их услугам лучшие стилисты страны. Добро пожаловать в святая святых, в гардероб Филиппа Киркорова. Уже сами в клювике все приносят, мне даже мерить не надо. Но одеться дорого не значит выглядеть стильно. Выглядит ли это сегодня странно? Да, это выглядит странно. Как звезды шоу-бизнеса потеряли вкус? Добру Нео. Немного шика. Даже Хамалина Маика мне подбегает сфоткаться. И почему профессионалы оказались бессильны? У каждой девушки, мне кажется, в гардеробе должно быть черное платье. Это был китч, то есть это была такая шутка. У Ольги Бузовой, оказывается, есть стилист. Даже не знаю, что бы сказать. Это шок для меня. На перепутье. Ты упал с луны. Когда паровозик, который вез моду и стиль по закоукам эстрады, сошел с рельс. Я соглазнять не устану, я снова и снова. Я начал одеваться ярко, эпатажно я такого слова определения не знал. Слепили из того, что было. Кусок, который продавался где-то, вот из него и шили. Советский стиль, советская эстрада. На что шли звезды, чтобы раздобыть сценические наряды? Тогда был тотальный дефицит, и что смогли, то и доставали. Вот эта куртка, косуха с резанными и шорты, это был писк моды. И кто расплатился за этот писк свободой? Попадали, конечно, за все, за спекуляцию, за частную предпринимательскую деятельность. Первые иконы стиля. Ну что такое имидж? Имидж – это человек. И модные провалы. Всем мы баром и стервы. Она бежит по стадиону, у нее вываливается сиська, и она этого не замечает. Стадион просто сходит с ума. Звериный оскал гламура. Здрасте. И логомания нулевых. И вот мне стали себе подсовывать, типа, ты колхозник, ну, на хотя бы майку тебе выступи, там. И он дали майку Шанель, там, вау, у меня майка Шанель, тут выше-то. Какие фэшн-тайны все это время хранились под грифом «Секретно». У меня их вот. У него парик, у него парик. Подергайте, потрогайте. Смотрите в документальном расследовании «Снимите это немедленно. Стиль звезд». «Сыганский барон». Простой романтик. Звезда бразильского карнавала. В сети его неподражаемого стиля попадают даже другие звезды. «Ты в его сетях, и не светит лучший вар». Оделся, как Киркоров, потому что я его внук. Но на создание этого имиджа уходят баснословные деньги. По-моему, уже можно было целую страну проинвестировать. В принципе, можно историю моды изучать по костюмам Филиппа Киркорова. История начинается в 1989 году. Тогда Киркоров впервые отправляется на сольные гастроли и появляется на фестивале «Песня года». Шили первые мои концерты костюм у Вячеслава Зайцева. Белый такой был. «Московские ритмы, московский размах, московский особенный голор». Ну, а потом «Понеслось, поехало». «Понеслось, поехало в сторону Запада». Филипп Киркоров в начале своей карьеры – это Майкл Джексон, помноженный на Аллу Борисовну Пугачёву. «И огонь и вода! Нам с тобой один огонь, одна вода!» Вскоре Киркоров решил – пришло время создавать, а не копировать. Все зарубежные дома высокой моды знали – этот странный русский – клиент, который точно обеспечит кассу. Филипп Киркоров коллекциями все покупал, все эти его «Версачи», «Фере», «Дольче Габбан» и прочее. Это же он у нас вообще самый главный модник, поэтому он задавал тон. И все остальные артисты смотрели на него, думали, что я чем хуже. Вычурные наряды сменяли друг друга, как в клеидоскопе. Складывалось ощущение, что артист даже спит в стразах и перьях. «А здесь, это не так, не то!» Все это богатство в какой-то момент попросту стало негде хранить. Тогда, по примеру супермодели Клаудии Шифер, которая в ангаре для вертолета разместила свой самый большой в мире гардероб, Филипп Киркоров создал свою костюмерную – королевских размеров. «Добро пожаловать в святая святых, в гардероб Филиппа Киркорова, который занимает площадь больше тысячи метров. Количество единиц в гардеробе – 300 тысяч единиц, только обуви – 7 тысяч единиц». Из каждого своего выхода на сцену певец устраивает модное шоу. Последний его рекорд – 27 переодеваний за 34 номера. «У меня часы электронные, которые мне показывают и отсчитывают мои секунды на переодевания». Эксперты считают, Киркоров в каком-то смысле сам загнал себя в модную ловушку. «Это как бы определенный сложившийся стиль артиста. То есть, если Филипп оденет белую майку, его никто не узнает, он не будет Филиппом». «Перья и стразы – это не главное. Ну, просто так, как они идут мне, они никому не идут». Многих стилистов подобный подход вводит в ступор. Ведь с профессиональной точки зрения такое количество брендов и ярких вещей не вяжется с понятием хорошего вкуса. Стилист Алишер рассказывает, он сотрудничал с певцом и пытался вернуть его на рельсы здравомыслия, но поп-короля не переубедить. Я всегда как бы с Филиппом воевал, но он как бы любит там нацепить на себя все эти Гуччи, Луи Виттоне, Дольче Габан. Ну, это уже получается как бы чуть-чуть тумач, как бы чуть-чуть перебор. Он видит себя так, ну, как бы хочет человек так выходить. Мои стилисты знают мой вкус, что уже сами в клювике все приносят. Мне даже мерить не надо. Уже настолько знают меня, что мне понравится. Если вы хотите говорить о Киркорове, посмотрите любую премию. Как приходит Киркоров, строгой дресс-коду, и как приходят остальные. В платье на грани отсутствия, с непонятными бантами, в форме, знаете, я мальвина, я мальвина, укуси меня пчела. Но это на самом деле ужасно. Эксперты считают, в последние годы красные дорожки превратились в ярмарки тщеславия. Звезды щеголяют в обновках от кутюр и не всегда задумываются, идет ли им люксовый наряд и насколько он в принципе уместен. Вы знаете, я увидела это платье в Каннах, оно было признано одним из самых ярких образов. Не выработали свой стиль, а когда мы копируем запады, то это иногда выглядит, ну, типа, в наших условиях смешновато. Звезды российского шоу-биза точно выучили одно правило. Чтобы запомниться, надо сверкать, эпатировать, раздражать. Либо длиной юбки, либо немыслимым количеством стресс. Может быть, в этом кроется хитрый расчет. Ведь, чтобы привлечь обывателя, надо уж точно чем-то от него отличаться. Ты не просто ярко оделся, а посмотрите, кто здесь, да, опять же, главный. Ну и плюс все артисты прекрасно знают, что сцена всегда, как и камера, дает эффект такого приглушения. Тебя смотрят не только с первого ряда, да, но еще и с галерки. Ты всегда должен быть сверх. Лучше переборщить, чем недоборщить. Стилисты, между тем, уверены. Времена, когда серую посредственность можно и нужно было будоражить костюмами, от которых сводят скулы, остались позади. Публика изменилась, а звезды словно забыли переодеться. Выглядит ли это сегодня странно? Да. Есть проблема у российских звезд, одна и очень большая. Почему наши звезды наотрез отказываются следовать главной заповеди стиля? Как говорила великая Коко Шанель, перед тем, как ты выходишь из дома, посмотри в зеркало и сними последний аксессуар, который ты надела. Лучше меньше, да лучше. И в какой момент псевдомода захватила мир шоу-бизнеса? В 80-е и 90-е годы под эти звуки семьи по всей России собирались перед телевизором. Фестиваль «Песня года» это не только музыкальный артефакт тех лет, но и энциклопедия моды. До свидания, все было, как было. Человек дожден, а за забором сама волочка кружит голову и ждет. Николай Расторгуев в гимнастерке единственная модная константа того времени. Все остальные, кто в лес, кто под рова. Богдан Титамир в футбольном обмундировании. Аркадий Укупник в клетчатой рубашке, словно он только что приехал из студии и забыл переодеться. Вячеслав Добрынин в малиновом пиджаке, как будто с бандитской стрелки. Не берите в голову, а лучше не берите. А Ирина Понаровская, похоже, перепутала фестиваль со свадьбой. Ты посмотри на меня. Такого понятия, как стиль, в 90-е словно не существует. Под мини-платье артистки смело надевают блестящие утягивающие колготки. Ты упал с луны, пасту с луны. Да и публике в те лихие годы не так важно, чтобы было красиво. Важно, чтобы было кого обсудить. Смотри, Пугачиха какую шляпку нацепила. И он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой. А Королева-то Королева. Ишь, распустил ее Николаев. Вот типичные застольные беседы тех лет. Песня года и все вот эти вот знаковые события в мире шоу-бизнеса 90-х и нулевых, это всегда возможность себя показать. Все смотрели с интересом, ждали, кто же в чем выйдет. Где найти такой наряд, чтобы зритель обалдел? В те годы эта задача непростая. Даже Филипп Киркоров, наверное, первый и последний раз в своей жизни идет на самоповтор. В 1993-м надевает на песню года черный костюм с жилеткой, расшитой золотом. Было солнце, было лето, И куда все делось это? И в 1994-м певец выходит к публике в том же наряде. Разве что сюртук расстегнул, чтобы не было уж так очевидно. Я люблю тебя, Марина, Все сильнее тебя подняло. Тогда был тотальный дефицит, и что смогли, то и доставали. Вот эта куртка, косуха с резанными, и шорты, это был песк моды. И действительно, в те годы одежду не покупали, ее доставали. Из границ. Привезла мама через знакомник. Можно было, что называется, закарифаниться с перекупщиками. В фильме самая обаятельная и привлекательная, прогрессивная дама Сусанна ведет подружку на шоппинг именно к такому спекулянту. Ну что, Сусанна, в общем-то, неплохо. Примерь вот это. Карден? У нас в Союзе 2-3 единицы таких. Модное слово «ресейл» сейчас раньше называлось спекуляцией. И, кстати, за нее сажали. Но, тем не менее, у всех уважающих себя людей, у которых были финансовые возможности, были свои спекулянтки, которые приезжали вот с этими вот вещами. А что-то у них можно было купить в три, дорога. Скидываю полтинник на все, что ей нравится. Берешь, бери, нет, разбегаемся. Полтинник? Это 50 копеек? Она точно с Урала. Второй вариант. Стать блатным клиентом специального магазина, в котором расплачиваться можно было только валютой. В то время существовала сеть магазинов под названием «Березка», где продавались импортные товары, недоступные советским людям, у которых не было так называемых чеков. «Березка» — это центр скопления всех спекулянтов. Там были вещи импортные, качественные, сапоги югославские. Джинсы стоили 200-220 рублей. То есть это как две зарплаты, скажем так, инженера. Да, в 70-е и 80-е даже обыкновенные джинсы предел мечтаний всех парней и девушек. Мама через каких-то суперзнакомых нашла джинсы. Я их называл «рифле», он «райфл» назывался. Индийские. Но были и такие, как Виктор Цой. Фронтмена группы кино в «Синие джинсы» не впечатляли. Первый директор коллектива Юрий Белешкин вспоминает. Так как цветовых вариантов тогда не было, музыкантам приходилось идти на хитрость, перекрашивать. Они были во всем черном, модные, красивые, ухоженные, что для рок-музыки большая редкость. Ко мне обратились в просьбу, мешок вещей разных, все перекрасить в черный цвет. И я договорился с лучшими, красивыми мастерскими города. Даже без особых возможностей Цою удалось создать образ, который не перепутать ни с кем. День ночи гуляли, все ночное утро. И вот он здесь, в своем черном пальто, вперед, пошел, пальто нараспашку. Только вчера я ходила в его футболке. Но не в его футболке. В его футболке. Это было бы, конечно, приятно. Вот, футболка с его изображением. Я, кстати, недавно себе делала такую прическу, как у него. Малет, девочки. Казалось бы, Виктор был выше так называемого шматья. Ну что такое имидж? Имидж – это человек. Добрый. Настоящий. Настоящий имидж, я имею в виду, они сделаны. Но и он прекрасно понимал – театр начинается с вешалки. Эксперт моды Владислав Лисовец считает – на свои луки музыкант не жалел средств. Рубашка могла стоить рублей 30-40. Футболка – рублей 25. Ремни где-то, наверное, по 30-35 рублей. Ну и брюки хорошие тогда стоили 45-60 рублей. Ну, 150 мог стоить такой образ. Неудивительно, что при первой же возможности, оказавшись за рубежом, солист группы кино, что называется, прибарахлился. Сой приезжал когда в Лос-Анджелес. Он сам ходил по магазинам. Первое, что он попросил – это магазин. Пошел купил какую-то черную куртку себе, почему-то белые сапоги. Чуть ли не резиновые такие, каучуковые сапоги. Ну, такие стильно сделанные. Если обычные джинсы и резиновые сапоги доставались таким трудом, что уже говорить о концертных нарядах? Впрочем, был способ проще и дешевле. Найти мастерицу, которая сошьет любую вещь на заказ. Кто превратил Валерия Леонтьева, приличного молодого человека в белом костюме? Наивно это и смешно, но так легко. В самого настоящего анфантирибль советской сцены. И почему тем, кто отшивал первые модные вещи для так называемой тусовки, грозил тюремный срок? Вот, посмотри, я сшил тебе костюм. Ты думаешь, я не на том пуговице застегнул, да? Если я на то застегну, и все хуже будет. Это миниатюра Аркадия Райкина 1974 года. Юморист, точнее его персонаж, рассказывает. Заказал в ателье костюма, получил, мягко говоря, не то, что хотел. Попытки разобраться так ни к чему и не привели. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Один подшивает карман, один пророчек, один рукав. Я лично подшиваю пуговики. Даже концертные костюмы звезды подчас шились по принципу, я его слепила из того, что было. Вот удалось портнихе схватить отрез ткани. Кусок, который продавался где-то, вот из него и шили. Поэтому иногда это выглядело куца, иногда это выглядело аляписто. Но у этого всего был свой стиль, советский стиль, советской эстрады. Некоторые обращались к так называемым частникам, у которых было свое кустарное производство. Александр Толмацкий, известный продюсер, отец рэпера Децла, во время джинсового бума в СССР сам отшивал джинсы, а потом продавал их в звездной тусовке. Я попросил своего товарища купить мне швейную машинку. Я сел за машинку и сразу сшил джинсы и сказал, что точно я умею их сшить. И у меня они стояли 125. Вот так начиналась русская мода. Это был 1976 год. На этом и погорел. Ведь в те годы подобный заработок считался подсудным делом. Толмацкий угодил за решетку. Попадали, конечно, за все, за спекуляцию, за частную предпринимательскую деятельность. Все было нельзя. Советский Союз был. Борьба с нетрудовыми доходами. Приходит Андропов и начинает бороться с нетрудовыми доходами. Ну а за рубежом тем временем к услугам артистов были лучшие кутюрье. Мадонна эпатировала публику конусовидным лифом. Провокационную вещицу, которая в итоге стала культовой, отшил дизайнер Жан-Поль Готье. Красота, она же такая разная. Ее все нужно показывать. И я люблю людей, которые отличаются от других внешней, у которых есть характер. Людям нравится, не одежда. Но куда была заморская диви до нашей шальной императрицы? Гуляй! Шальная императрица. И вся сторона, которой правишь, ты берешь тебя пример. Помните ее тогда образ такой бой бабы. У нее был такой декольте. Значит, она бежит по стадиону, поэтому у нее вываливается сиська. И она этого не замечает. Стадион просто сходит с ума. Она думает, что стадион сходит с ума от того, что они так любят Ирина Олегову и ее песни. А потом, наконец, она ее увидела, быстро запихнула назад. Даже наряды Валерия Леон сегодня произвели такого впечатления на меня за все годы его. Я вот этого безумного шоу. Валерий Леонтьев поначалу создавал себе костюмы собственноручно. Он еще застал те годы, когда на эстраде было принято вести себя сдержанно. На сцену в классическом костюме или платье. Во время выступления максимум два притопа, три прихлопа. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу удали сгрили. До определенного момента наша эстрада не существовала вообще. Она была очень статичная. Все выступали, стоя вот так у микрофона, не дай бог, шелохнуться вправо-влево. Это уже расценивалось как какой-то несанкционированный танец. И можно было за это всерьез хлопотать. Леонтьев был настоящим бунтарем в те времена. Только посмотрите, как ошарашенно наблюдает за его выступлением советская публика. Я начал одеваться ярко, эпатажно я такого слова определения не знал. Котелок, леопардовая рубашка с бахромой, алые брюки. Где же все это добывалось? В конце 90-х артист обратился к модельеру Татьяне Кудрявцевой. На тот момент она жила в Нью-Йорке. Имела доступ к лучшим тканям и фурнитуре. Шились наряды в Америке, а передавались на перевалочных пунктах. Когда я не находилась в стране, я делала по манекену, который подогнал под его фигуру. В аэропорту померили костюм. Прекрасно. Я ему его отдала. Тогда артисты тщательно скрывали своих модельеров и костюмеров. Никому и в голову не могло прийти хвалиться, мол, это вещь от Версачи или от Диор. Во-первых, опасно. Во-вторых, конкуренты могли купить себе такую же через третьи руки. Висела шляпка. Я ее взяла. Я вообще не очень смотрю на эти лейблы. Но уже в начале нулевых ситуация изменилась на 180 градусов. Как в шоу-бизнес пришли бренды? И какие последствия странной моды 90-х дали о себе знать в новом тысячелетии? В нулевые на Россию обрушился дождь и страз. Все это зачем-то происходило и очень сложно сказать зачем. В моде была чрезмерность. Вот чем ярче, тем лучше. Страну захватил гламур. Джинсы с низкой посадкой, обтягивающие топы, стразы, перья. Девиз был один. Больше, больше гламура и макияжа, и маникюра. Больше гламура. Ткани с пайетками, со стразами и перья, и чего только не было. Потому что я воплощение моды в то время был по полной программе. Если бы у гламура было лицо, это было бы лицо Сергея Зверева. Вслед за стилистом Аллы Пугачевой, Сергеем Зверевым, купаться в блестках стали звезды нашего шоу-бизнеса. А кто не в блестках, тот в брендах. Ну в нулевых, ребята, наконец-таки мы дорвались. И дорвались мы до чего? До брендов. Нам главное было нацепить всего, и чтобы логотип был побольше. Как только начали привозить нам из Турции, из Китая вещички, где было написано «Кококанал», «Клоя Багабабна», понимаете? Где было написано всякие непонятные буквы, но очень-очень громко, понимаете? «Абибас», и все хотели абибаситься вот этими буквами. Неважно, что там было написано. Это на самом деле ужасно. Брендомания хватило всех без исключения. В Москве открываются бутики и мультибрендовые магазины «Леформ» и «Подиум». В нулевых работал Третьяковский проезд, в котором были и Гуччи, и Дольче Габбана. Закупаться в таких магазинах было не только развлечением для богатых, но и необходимостью. Не хочешь быть серой мышью, над которой все смеются, выворачивай кошелек. Когда я начал заниматься уже в вокальной студии, в рок-группе и так далее, все это началось. И вот мне стали себе подсовывать, типа, ты колхозник, ну, на хотя бы майку тебе выступи. Если для парней колхозом было выйти без майки Шанель, то для девушек с бледным лицом. В нулевые загорали все. Женская половина страны начала сходить с ума по смуглой коже, насмотревшись на зарубежных R&B-див. Риану. Вот фрагмент рекламного ролика как раз на тему. Девушки одна за другой бежали в солярии. Оттенок кожи стал показателем достатка. Ведь если у тебя есть загар, значит, есть деньги, чтобы поехать на море. Весь свой свободный бюджет ты обязана была тратить на солярий. Это делали все, и это была абсолютная норма. Все копченые, а просто как шашлычки. Одной из законодательниц моды нулевых была Маша Цыгаль. Тогда на подиуме в ее вещах можно было увидеть Децла, Диму Билана, Тимоти. Стоили наряды недешево. Это от Маши Цыгаль платье. Очень хорошее, не знаю, мне очень нравится. 700 или 800 долларов. Она же стилизовала и многие клипы той эпохи. Слушайте, клип группы девочки был снят в 99-м году. По-моему, нашим стилем занималась, если не ошибаюсь, Маша Цыгаль. Говорила мама, ты найдешь себе получше. Белые джинсы и белые футболки. Чтобы одеть так молодых девочек, выдающегося вкуса иметь не надо. Но для той эпохи это уже был некий вызов. Иногда можно надеть футболку, потому что на фоне перьев, страса, леопарда. Это как демонстрация того, что я хочу, чтобы вы слышали меня. Вы слышали, какой я исполнитель. Вы не обращали внимания на всю эту нишуру. Того же мнения, судя по всему, была и Яна Рудковская, продюсер Димы Билана. Кстати, попала в команду начинающего певца она благодаря одежде. На тот момент Яна была владелицей модных бутиков и легко могла достать для Билана дорогие обновки. Я был у Азеншписа в номере. Это был фестиваль «Пять звезд», который проходил в Сочи. Яна Рудковская приносила ему пакеты с одеждой для Азеншписа и для Билана. Я это лично наблюдал. Но Диме Билану стразы и перья были неинтересны. 2006 год. Евровидение. Дима Билан доказал теорему. Завоевать народное признание можно в обыкновенной белой футболке и джинсах. На песенном конкурсе он занимает второе место. Дима просто очень любил эти майки. Ну все говорят, давайте рубашку, давайте там что-то такое. Говорю, слушайте, ну ему очень идет эта майка. Надо, чтобы на майке написать номер. Люди запомнили не только футболку с порядковым номером, но и стрижку артиста, так называемую Биланку. Да, это прическа, которую тогда стриглась вся Россия. Я помню абсолютно точно. Это факт, занесенный в книги буквально. Стригли под Билана. Билан, сто процентов вообще тренд, это как раз который меня даже коснулся, потому что в 2003 у меня такая же была стрижка, тут подлиннее, тут покороче. Это уже стало массовое такое течение и продержалось оно, я думаю, лет, лет 7-10. Посоревноваться с Биланом в узнаваемости благодаря прическе мог разве что Николай Басков. Стилист Лариса Сотникова рассказывает, натуральный блондин был таким далеко не с рождения. Натуральный блондин на всю страну такой один. Он поехал, он уже ездил к Монсеррат Кабалье, там брал уроки у него, вокала. И Монсеррат его как-то немножечко это, не признала. Она говорит, ну что это такое, опять же ты какой-то, ну ты модный как бы молодой человек, а нужно, чтобы ты был российским тенором, блондином. И потом, я так понимаю, что Лариса Рубальская вот это вот придумала. Натуральный блондин на всю страну такой один. И вот это зацепилось, и мы его покрасили вообще в блонд. Звезды с пробегом в нулевые столкнулись с другой проблемой. Многие из них начали терять волосы. Пугачева, не стесняясь, признавала, использует накладки для волос. У меня их вот. А вот ее экс-супруг уверял, проблемы с шевелюрой у него начались после неудачного окрашивания ради съемок в клипе «И огонь, и вода». Из-за этой прически я себе испортил волосы, я потом два года их лечил. Это обесцвечивание мне стоило половину волос. Черный-черный город, белые-белые огни, на двое расколо, ночи с милами. И еще эта прическа положила наконец-то конец досужим разговорам, что у меня парик. Что за бред? Какие-то... Простите, ваши коллеги внедряют в сознание людей, у него парик, у него парик. Подергайте, потрогайте, какой парик у меня. У меня еще все хорошо. Впрочем, как считают некоторые эксперты, парики и накладки Киркоров все-таки носил. 1998 год. Поп-король дает интервью на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. В нашей стране победа в конкурсе уже ничего не дает. А вот он за кулисами ожидает Аллу Борисовну. И выглядит несколько иначе. Ну, я думаю, что вообще вот 90-е и вот эта активная укладка, это, конечно, это большой привет из ада вообще для волос. Это все супер вредно, все начесы, все использование вот этого ненормативного стайлинга, потому что это все в таких количествах, да, и в таких смесях просто вот. И, конечно, это все вредно. Намечается в нулевые и другой тренд. Звезды поняли, если бренды и логотип – это главное, то стилист – это всего лишь условный человек, который вовремя привезет вещи. Они видят человека с вещами, им кажется, это какой-то барыга условно. Да, они человек, у которого есть образование, есть вкус, вообще-то это тоже его работа. Это определенная такая модель поведения, которая передавалась от одного артиста другому. Ну, звездная болезнь, которая распространялась воздушно-капельным путем. И ничего с этим невозможно было сделать. Это вот время гламура, время понтов, время распальцовок. За малейшую оплошность стилистам указывали на дверь. Вот все говорят, почему я так часто увольняю стилистов, потому что… А у вас они бывают, вы работаете? Один делал на ушах, вот каждое ухо делает по 45 минут. И чем быстрее вот он как бы лепит это, тем дольше он загадит. Почему стилисты до сих пор недолюбливают некоторых звезд? И кто из артистов намеренно одевается безвкусно, чтобы словить хайп? Платье с отстегивающимся шлейфом. Слышь! Юбка коромысла. Весь этот лютый дизайнерский креатив для Клавы Коки творит не Шанель и Диор, и даже не китайские умельцы, а родная сестра Лада. Искусственные доллары на моей шее, которых ни у кого нет, которых делала всю ночь моя сестра, они классно подойдут сюда и выделят меня на фоне всех. Так, ну это опять же дизайн моей сестры, родной Лады. Она все придумала, все сшила. Они с мамой вот это мне ночью расшивали. И это, собственно, все, что про Ладу известно. Девушка не дает интервью и не пиарится. А ведь статус стилист Клавы Коки мог бы стать для нее счастливым билетом в мир моды. Впрочем, Кока хотя бы в открытую и говорит, кто ее стилизует. Звезды, как правило, держат эту информацию в секрете. У нас принято скрывать своих стилистов. Возможно, это, кстати, происходит с той точки зрения, чтобы, во-первых, не переманивали. Счастье любит тишину. Не буду рассказывать, приберегу себе свое сокровище, а то убежит. А может быть, еще это делается с целью, чтобы, не дай бог, стилист не набрал какой-то медийный вес и не стал прибавлять еще циферки к своему гонорару. И это лишь верхушка айсберга. У артистов и тех, кто делает их красивыми, скопилось немало взаимных претензий. Однажды за плохой работой стилиста нам пришлось переснять целиком клип. Но я не буду говорить, какой клип, но когда ты работаешь в кадре, ты не смотришь на плейбэк и не понимаешь, как ты выглядишь со стороны, а потом получаешь готовый монтаж клипа и понимаешь, что образы в клипе, мягко говоря, тебя не украшали, а, грубо говоря, уродовали. Поэтому пришлось целиком переснять клип. Такое было, да. У меня была история с Леной Катиной. И стилист говорит, ой, вы простите, Леночка, а вы с тобой помаду красную не взяли? Ничего, с тобой вообще не брала ничего. Ну хорошо, ну как-нибудь там, ладно, решим по-другому. А карандаш для глаз не взяли? Она говорит, да нет, не взяли. Я говорю, Лен, мы встаем и уходим. Потому что это гипернепрофессионально. Да не пошла бы ты уже. Бывает, очень часто попадаются навязать то, что уже было миллиард раз, уже на всех. И я не люблю мейнстримовые вещи. Как только что-то становится масс-маркетом, это надевает каждый второй, вот тогда мне эта вещь не нравится. Часто звезды вместо того, чтобы довериться стилисту, начинают диктовать свои условия. А мне нравится вот это вот платье. В принципе, проблемы эти легко решаемы. Звезда может сменить стилиста или стилист увольняется сам. Но не факт, что на новом месте атмосфера будет другой. Бывший стилист Киркорова Арсен Айропетов вспоминает. Поп-король не привык сдерживать эмоции. Приходилось терпеть. Кричал и ругал, ну нормально. И так повсеместно. Вот мне нужно прямо сейчас, приезжай. И там, не знаю, ты собираешься, там уже чуть ли не сел в такси, звонит и говорит, что нет, все уже не надо. Человек не понимает, не хочет понимать, что у тебя есть своя жизнь, свои дела, и ты как бы не личная фрейлина этой королевы. Личная фрейлина должна не только выполнять все указания, но еще и расплачиваться за испорченные звездами вещи, а порой и влезать в долги. Как сейчас помню, взяла бархатные туфли Луи Витон, дорогостоящие в бутике московском. Все вроде бы сделала по фэншую, заклеили мы с ассистентами подошвы у туфель, малярным скотчем, скотч отошел, и там вот такие чуть-чуть царапки, микроцарапки. Я прихожу в магазин Луи Витон, мне говорят, до свидания, Мария, не можем принять эту вещь, давайте покупайте ее. По итогу я попала на большую сумму денег. И такое происходит чуть ли не каждый день. Стилист Амар Байрамов рассказывает, Виктория Дайнека однажды взяла в аренду платье на свой день рождения. Праздник прошел, а пятна на платье остались. Но химчистку певица оплачивать отказалась, решила, что это обязанность Амара. Когда попросили менеджера, что вы хотя бы оплатите химчистку, то там практически в грубой форме по-русски были посланы все дружненько в одно чудесное место. Я считаю, что это такое не то чтобы неуважение, это прям такой плевок. Но сама Виктория не припоминает этого случая, а на вопросы об испорченных вещах отвечает. Она всегда ведет себя порядочно по отношению к команде. У меня была однажды ситуация перед выходом на сцену, когда случайно прям за 10 минут до выхода пролили лекарство, прям нашли в платье. И за 10 минут до выхода его пытались отстирать 6 человек с фенами и какой-то водой, неважно. В конце-то концу всегда его можно выкупить. Стилисты и визажисты считают, спорить со звездами бесполезно, ведь на стороне артиста всегда его поклонники, да и связей больше. Ты вот сейчас скажешь, что такая-то звезда меня там унижает. И ты думаешь, а что вообще мое слово против слова этого человека? А кто вообще меня услышит? А зачем вообще мне это говорить? Это моя личная проблема. Если ты расскажешь правду про какую-то звезду, то тебя больше не примут на работу. Никто не хочет портить себе резюме, никто не хочет портить себе репутацию. Есть люди, звезды, которые не платят деньги. Это очень неприятные люди, которые тоже бывают. Впрочем, случаются и прямо противоположные истории. Визажист Александра Давыдова рассказывает, когда ехала на первую съемку к рэперу Эл-Джею, у нее реально тряслись коленки. Оказалось, зря нервничала. Как тебе работа с Эл-Джеем? Это вообще самый популярный вопрос в моей жизни, мне кажется. Хорошо? Очень хорошо. Я перед нашей первой съемкой безумно волновалась, подготовила себе такие вежливые фразы. Здравствуйте, меня зовут Саша, я визажист. Сегодня буду с вами работать. Знаете, как я могу к вам обращаться? Он сидит такой, говорит, Леха. У нас один общий барбер с Эл-Джеем. И Эл-Джей очень воспитанный, классный, очень порядочный, хороший, спокойный парень, на самом деле. Даже его образ такого китча молодежного, он даже не соответствует его внутреннему миру. Он очень спокойный, тихий. И действительно, многие артисты лишь отыгрывают роль на концертах и красных дорожках. И в этом им тоже помогают стилисты, ведь перевоплощаться приходится чуть ли не каждую неделю. Почему наряды и образы звезд меняются, как в калейдоскопе? И как самые безвкусные луки возносят знаменитостей к вершинам славы? Отшумели девяностые, отцверкали нулевые. 20-е годы 21-го века вступили в свои модные права. У каждой девушки, мне кажется, в гардеробе должно быть черное платье. Мне хотелось немного шика. У вас сегодня самый необычный образ. Заметили? Даже хамали на мои ко мне подбегают сфоткаться. Меняются наряды, но принцип остается тот же. Артисты надевают что-то провокационное. Добру нео. Чувство самоиронии, мне кажется, вообще должно присутствовать. Ну или нарочито игнорируют дресс-код, точнее делают вид, что игнорируют. Я надел все чистое. Я не знаю, верите вы или нет, но я надел первое, что попалось. Ведь так проще сойти у зрителя за своего парня. Не всегда и задача выглядеть суперстильно и суперхорошо. Разные артисты имеют разные типы популярности. Ольга Бузова точно знает, чем удивить публику. Певица даже выставку целую устраивает. Каждый наряд уже стал частью ее личной и публичной истории. Так, давайте по экскурсию. Восемь утра. И это я еду на развод. В чулках, худая, в надежде на то, что этого развода не состоится. На мне куртка Баленсианга. А вот она. Я в любом случае буду всегда вас удивлять. Вас, зрителей. Для того, чтобы было хотя бы о чем поспелить. На премии Муз-ТВ у нее якобы случайно отрывается юбка. Гадали на катализаторе, каким образом она придет, появится здесь в этом году. И она опять нас всех удивила. На свой день рождения Ольга надевает откровенное платье с вырезом в форме сердечка на самом, казалось бы, неподходящем месте. И без капли стеснения выходит на дорожку в платье точь-в-точь, как у Ким Кардашьян. Да вы что? Разве так кто-то выходил из наших звезд? Нет. А за другими я не наблюдаю, потому что мне просто-напросто неинтересно. Это же просто смешно. Где-то заказала платье похожее и пришла в нем. Еще очки так же надела. Я считаю, не очень удачный косплей, потому что, во-первых, у Оли хорошие фигуры, да. Но вот конкретно данное платье предполагает некие формы, которых не было. Никита Карстен, стилист Бузовой, рассказывает, подобрать эпатажные луки и сделать каждый выход Ольге Хайповым – это, по сути, и есть его работа. Казалось бы, одеть артистку в наряд, который запомнился на другой диве для стилиста моветон. Но платье а-ля Кардашьян сыграло ту самую роль, которую задумывал Никита. Это был китч. То есть это была такая шутка, можно сказать, как посмеяться над социумом. Мне кажется, она отлично удалась. Это была моя идея, причем я очень долго ее уговаривал на это. Я говорил, Оль, это будет очень обсуждаемо. Это будет обсуждаемо, но в каких-то нереальных масштабах. У Ольги Бузовой, оказывается, есть стилист. Даже не знаю, что бы сказать. Это шок для меня. Эксперты морщат носы, но это не мешает певице из года в год получать модные премии. Самая стильная, законодательница трендов – это все про нее. Ольга Бузова! Для меня это очень важно. Мне очень приятно получать именно вот такую награду. Саша артистка года, Ольга Бузова! Можете уже уходить и только дождаться Сережи Лазарева и Ивановички, потому что когда уходит только Ольга Бузова, делать больше на мероприятии нечего. Это не история про репутацию, не история про профессионализм, а история, что ты пришел, тебя никто не заметил, про тебя никто не говорит, о тебя не запомнил. Вот это гораздо страшнее. Пусть это будет скандал, пусть это будет дурацкий наряд, но вот артисту истерического или истероидного склада, ему чрезвычайно важно вот быть видимым, видимым для своей публики какой-то шлейф оставлять. Важно не только запоминаться, но и постоянно меняться. Казалось бы, это понятие взаимоисключающее, но в шоу-бизнесе свои модные правила, и работают они по-своему. Певица Зиверт стала королевой необычных причесок. Два дня назад я провела где-то семь часов в кресле у своего стилиста, и это достаточно тяжелая конструкция, поэтому я жду дня окончания премии, когда я все это сниму, и посплю классно, и буду вот так вот тесать. Афрокудри. Косы. Моё альтер-эго, её зовут Чарли. И это её стандартная прическа. И неожиданная каре. Всем привет, это я, моя новая стрижка. Если с прической а-ля Билан раньше ходили по 5-10 лет, то теперь не менять имидж годами моветон. Просто волосы отросли, и всё, и были чёрные, стали белые, вот и всё. Не всё же с ёжиком на голове ходить. Ну а те, кто не готов играть по новым правилам, застревают в своём образе, как Валерий Леонтьев. Что же, наряд как наряд. Во мне жарко. Ну, во-первых, это не кожа, это ткань, которая сделана под кожей, которая дышит. Впрочем, у артистов старой школы практически нет другого выбора. Если убрать перья, мы увидим реально, да, достаточно одинокого человека, стареющего артиста. Каждому там артисту, который, да, взрослеет, ему тяжело с этим справляться. Меняется внешность, начинаются у кого-то пластические операции. Пошло от отсутствия какого-либо вкуса, в первую очередь, и представления о том, что это красиво. Образ Валерия Леонтьева очень узнаваемый, правда, и мы помним большое количество сравнений Валерия Леонтьева с Бейонсе, и кто был первее. До сих пор непонятно, да, потому что всё-таки носить кожаные трусы и сетку, это нужно иметь определённую смелость. Эксперты сравнивают Леонтьева с Бейонсе. Интернет-пользователи создают мемы. Образы самого раскрепощённого певца советской эпохи на удивление похожи на странные интерьеры квартир. Меняются времена, но не меняются нравы. В 70-е модники гонялись за югославскими сапогами, в 10-е за лабутенами. Да чтоб тебе так мужики давали, как ты мне лабутены! И невольно задаёшься вопросом, что десятки лет спустя будут говорить о тех образах, которые сейчас кажутся культовыми? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok